При этом здесь, в столице, теперь еще и предлагают вообще отменить выплаты переселенцам. По крайней мере, новости об этом появились со ссылкой на советника вице-премьера Павла Розенко Руслана Калинина. Мол, надо покупать квартиры, а не обеспечивать аренду жилья для переселенцев. Насколько это серьезно? Хватит ли у государства денег для того, чтобы построить или купить квартиры для более чем миллиона украинцев или советника вице-премьера, неправильно поняли журналисты? Давайте прямо сейчас это и выясним. Руслан Калинин сегодня тоже в гостях у подробностей недели. Здравствуйте, Руслан. Спасибо, что не побоялись прийти. Руслан, вы кроме того, что советник вице-премьера, вы еще и глава всеукраинской ассоциации переселенцам. То есть, вы наверняка должны знать, нужна помощь переселенцам, эти выплаты или нет. Все-таки, правильно вас журналисты поняли или нет? Прокомментируйте, пожалуйста. Да, я могу объяснить. Спасибо большое, что меня сегодня пригласили. Для начала я хочу сказать о том, что переселенцы это граждане Украины, это те люди, которые выехали с неподконтрольной территории, которые могли уехать в Россию, в какую-то другую страну, остаться на неподконтрольной территории. Однако, они выбрали Украину. И когда они оказались в сложной ситуации, естественно, государство должно им помогать. Я приведу несколько цифр. Государство ежегодно тратит порядка 115 миллионов долларов на выплаты, компенсацию аренды жилья. Однако... А давайте так, на одну семью в среднем сколько приходится? Ну, каждый работоспособный переселенец получает 442 гривны, неработоспособный 884 гривны. Это на аренду жилья? На аренду жилья. Смотрите, представим себе семью из трех человек, 1200-1300 гривен выплат. Извините, где можно снять квартиру? Естественно, на эти деньги нельзя снять квартиру. Поэтому я и говорю, что уже 3,5 года государство не решает жилищную проблему. По сути, не строится ни жилье, не запущена ни одна жилищная программа. От тех денег, которые выплачивает государство, все равно переселенцам не хватает. Поэтому, пообщавшись с другими переселенцами, которые также поддерживают мою точку зрения, хотя я согласен, что она может быть не очень популярная, однако я предложил сделать акцент больше на наиболее незащищенных своих населениях. На детях, на людях с инвалидностью, на матерях-одиночках, на многодетных семьях. И перераспределить те выплаты, которые уже тратит государство. А в бюджете 2018 года заложены 120 миллионов долларов. Так вот, выплату... Смотрите, 120 миллионов долларов, это сколько тогда человек будет получать? Один переселенец, компенсации жилья той же. Все та же самая. Да, та же сумма. Вам не кажется, что логика, она есть в ваших размышлениях, безусловно? Но пока, мне она кажется несколько странной. Вам не кажется, что сначала нам нужно добиться увеличения суммы выплат адресных для переселенцев? В это время полностью точно отработать, дать людям достойные деньги на аренду жилья? В это время выстроить четкую, логичную программу по закупке жилья, постройке нового жилья? И только потом лишать людей хотя бы даже этих 400 гривен? Значит, ну, наша ассоциация предложила конкретную концепцию, и мы в декабре ее представим, как нужно конкретно решать проблемы переселенцев. У нас есть опыт Грузии, где я был буквально три недели назад, где у меня была возможность изучить все грузинские программы. Но это социальные городки самые... Не только социальные городки, это и покупки квартиры на востроях, это и приватизация того жилья, в которых до этого жили переселенцы. Более девяти государственных программ. Так вот, за девять лет среди из 72 тысяч семей 36 тысяч семей обеспечены жильем. И по новой грузинской концепции семья, которая получила жилье, она будет лишаться выплат. То же самое, по сути, предлагаем и мы. Благодаря нашим инициативам мы сможем сэкономить порядка 40 миллионов гривен ежегодно, что позволит обеспечить около 3 тысяч человек жильем. Рассказывайте практичным все-таки вопросом. 120 миллионов выделяется на следующий год. Сколько квартир или домов можно построить на эти деньги? Я не говорю о том, что нужно лишить выплат всех. Я же говорю о том, что нужно сделать акцент наиболее незащищенной своей населения. Я уже о скорости помощи, даже по новой, возможно, новой программе. Сколько квартир и за который период можно купить или домов построить за эти 120 миллионов? Переселенцев у нас очень просто много. Я согласен, что переселенцев много, однако шаг за шагом проблему нужно решать. Если мы будем рассуждать, как большинство чиновников, возьмем 1200 семей, которые официально зарегистрированы, умножим их на 20-30 тысяч долларов, получаем огромную сумму. И по сути мы говорим о том, что, ну смотрите, проблема нерешаемая. Однако шаг за шагом каждый год, 3, 5, 10 тысяч семей, если обеспечивают жильем, то мы хоть как-то будем решать эту проблему. Знаете, чего я боюсь и о чем я думаю? Если наше коррумпированное государство, все пронизанное коррупцией, начнет еще строить жилье для переселенцев или закупать это жилье для переселенцев, не закончится ли это в нашей стране банально тупым воровством? Тупым воровством у нас закончится... У нас тупым воровством заканчивается все, от строительства дорог до и уже 25 лет. Я с вами абсолютно согласен, однако, если так рассуждать, то мы не запустим ни одну программу. Поэтому мы предлагаем более прозрачные механизмы. Например, Грузия. Там есть комиссия, которая осуществляет проверку, действительно ли переселенец, семья переселенца, которая подала заявку на жилье, действительно ли проживает на подконтрольной территории. Эту проверку они могут осуществлять до трех раз в любое время суток. Таким образом, они действительно проверяют, тот ли состав семьи указал переселенец, действительно ли он проживает. Далее, после этого, когда комиссия дает свое положительное заключение, следующая комиссия, в которую входит состав, амбусмен, международные и общественные организации, она уже определяет, какая семья будет получать жилье. То есть даже министерство временно оккупированной территории Грузии не имеет никакого влияния на эту комиссию. Эта комиссия абсолютно независима. Вот таким образом можно запустить эту программу с такой же комиссией у нас в стране. В этой комиссии будут те же чиновники, которые уже 25 лет, напоминаю, освоили все коррупционные схемы в нашей стране. Я к тому, что в нашей стране доверия даже для благой программы быть не может, наверное, априори даже с момента старта этой программы. В бюджете на следующий год достаточно ли денег выделено для помощи переселенцам и можно ли еще что-то сделать в оставшиеся дни, я надеюсь, до принятия бюджета, чтобы эти суммы хотя бы не растерять, а возможно и увеличить? Что касательно бюджета 2018 года и что выделено на переселенцев, это, как я уже говорил, 120 миллионов долларов на компенсация на жилье. То есть все переселенцы в 2018 году эту компенсацию будут продолжать получать. И также выделено 30 миллионов гривен на программу «Доступное жилье», которая будет реализовывать Держмолоджитло. Что с собой представляет эта программа? Программа работает согласно закона 1954, которая предусматривает государственную поддержку на покупку жилья в размере 50% от суммы жилья. Но 30 миллионов гривен это 50-60 семей. То есть если мы возьмем город Киев, то это будет квота чуть больше, чем 3 миллиона гривен. То есть по сути это 6-8 семей смогут воспользоваться этой программой. Кстати, нужно проверить и эту тему, нет ли, вы знаете, какой-нибудь таксы для переселенцев за продвижение в этой очереди. Это очень интересная тема, надо подумать, потому что коррупция, я еще раз повторюсь, у нас уже проникла, по-моему, во все отрасли нашей жизни. Спасибо. Гуслан Калинин был нашим гостем, председатель всей Украинской ассоциации переселенцев. Спасибо, мы продолжаем.